Сегодня на нашем канале премьера многосерийный фильм Шерлок Холмс по литературному шедевру Кунан Дойля в новом прочтении. Главный герой на этот раз не сам знаменитый сыщик, а доктор Ватсон. Эта роль стала последней большой работой в жизни Андрея Панина. Холмса сыграл Игорь Петренко. Полина Ермолаева уже увидела первой серии. Да кто вы такой, черт возьми! Я ученый. Молодой человек в круглых очках, умен, быть может гениален, мистер Шерлок Холмс в исполнении Игоря Петренко. Живет на Бейкер-стрит, предан делу дедукции, но из рук вон плохо, играет на скрипке и отвратительно боксирует. В общем, тот самый, но совсем другой. Нервный, взъерошенный, угловатый. Я наблюдал там и за тараканом, и за собакой, и за людьми вокруг, и за всем. Стало постепенно что-то вырисовываться, придумался какой-то смех необычный. А вы кто? Джон Уолсон. Ирланец? Я врач. Привычный Ватсон стал по-английски правильным Уотсоном. Блистательный Андрей Панин сыграл в этом фильме свою последнюю роль. У Андрюши была такая манера говорить, он говорил быстро, не всегда его можно было понять. А поскольку мы в диалоге были, вся группа смеялась, потому что я говорил, Андрюш, ты когда закончишь говорить реплику, после которой я должен говорить, ты или моргни, или щелкни, потому что я не понимаю, что ты сказал. Из неудачника без определенного места жительства Уотсон превращается в модного литератора и влюбляется в миссис Хадсон. А как не влюбиться, если квартирную хозяйку играет Инги Борга Дабкунайте? Ну, то, что она не бабуся, то мне льстит. Все-таки процитирую Ирину Зеленую, я все-таки миссис Хадсон, час интерьера в Шерлоке Хольмсе, и я провожу немало времени с подносом. Неожиданный образ и у Михаила Боярского. Он инспектор Лестрейт. Бескомпромиссный, безжалостный профессионал, для которого работа – это все. Королева, работа и порядок. То есть он в этом плане недалек, он не философ. Боярский на роль Лестрейта согласился не сразу. Подкупило, что Лондон выстроили рядом с домом в Петербурге и окрестностях. Отражение туманной темзы увидели в Неве, в Бейкер-стрит превратили улочку Выборга, викторианская Англия в деталях. Даже каминную решетку отыскали на ленд-фильме, ту самую, что снималась у Масленникова. Киноприветы предыдущим экранизациям в новой интригующей интерпретации Конан Дойла. Как только 8 серий, не отрываясь, посмотрят наши зрители, Холмс и Ботсон отправятся в путешествие по телеканалам Европы. Все хорошо, что хорошо кончается. Ну, я бы так не сказал. Полина Ермолаева, Олег Пакшин, Андрей Мельников, Александр Малышев, Вести.